В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Илья Симонов, главный врач Центра медицинской профилактики. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Александрович, сегодня мы поговорим о всемирном дне без табака. В этом году его тема «Табак и здоровье нации». Я знаю, что на самом деле людей, желающих бросить курить, действительно много. С чего нужно начинать? Начать нужно с того, чтобы понять, осознать желание бросить курить. Потому что если у человека нет желания избавиться от зависимости, тут, кстати, неважно зависимости от чего, от курения, от алкоголя. Если нет желания избавиться от этой зависимости, то любые мероприятия будут практически иметь нулевой эффект. Если у человека есть осознанное желание бросить курить, мы предлагаем обратиться ему в существующую систему помощи при отказе от курения в Рязанской области. На базе лечебных учреждений у нас работает 18 кабинетов помощи при отказе от курения. Как в самой Рязани, так и в районах области, куда любой желающий может обратиться, ему будет бесплатно оказана консультативная помощь, проведены ряд исследований. И назначен план, ну не лечение, план по избавлению от этой вредной привычки. Как проверять здоровье тем, кто пришел и хочет бросить курить? Им проводится тест на определение, первое, что делается, это проводится тест на определение степени зависимости, степени никотиновой зависимости, потому что она может быть слабой, может быть очень сильной. И проводится исследование, объективно подтверждающее курение у человека. Это объем угарного газа в выдыхаемом воздухе и содержание котининов в биологических жидкостях. То есть у некурящего и объем угарного газа в выдыхаемом воздухе равен нулю, и котининов, соответственно, в биологических жидкостях нет. После этого, исходя из полученных данных, разрабатывается план по отказу от курения. В ряде случаев, но при очень сильной зависимости, назначаются им даже митигоментозная поддержка. Для чего делаются экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин? Это делается для того, чтобы определить степень риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Мы сейчас, мы, я говорю, человечество, живет в эру эпидемии неинфекционных заболеваний, потому что смертность от них очень высокая, инвалидность от них тоже очень высокая, а возникают они из-за наличия у человека факторов риска определенных. И анализы крови на глюкозу и холестерин – это как раз такой объективный метод понять, есть ли фактор риска, такой фактор риска, как повышенное содержание холестерина в крови, и повышенное содержание глюкозы в крови. Потому что эти факторы риска довольно серьезные, они, как правило, приводят, если их не корридировать, приводят к печальным последствиям. Какие заболевания связаны с этой бредной привычкой? С курением. Да. На самом деле очень много заболеваний, которые можно связать с курением. Ну, это как совершенно очевидные вещи, такие, как, допустим, онкологические заболевания полости рта и онкологические заболевания легких, потому что первое, с чем контактирует табачный дым, это слизистые полости рта, да, потом он поводает в легкие. Поэтому это, ну вот еще раз повторюсь, это онкологические заболевания полости рта и легких. А также надо понимать, что курение приводит к спазму периферических сосудов. Это нарушает трофику, то есть питание тканей, нарушает питание тканей как кожи, так и мускулатуры. И в конечном итоге очень частая проблема, допустим, она вот обычному человеку, который слабо знаком с медициной, она кажется неочевидной. Но вот такое грозное заболевание, как облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, который приводит к гангрене нижних конечностей, к ампутации, это заболевание напрямую связано именно с курением. Также хочется отметить, что курение очень сильно влияет на репродуктивную сферу. То есть мы видим среди курящих женщин очень большое количество бесплодия. Также и у мужчин, у молодых мужчин курение влияет на ректильную функцию, то есть снижается ректильная функция. Поэтому проблема бесплодия сейчас среди молодежи, она также связана с распространением курения. Вот, наверное, самое основное назвал. Мобильный кабинет отказа от курения, который мы часто можем наблюдать в торговых центрах, это мы понимаем, что первая точка такая отправная. Вот дальше как помощь оказывается людям? Значит, мобильные площадки службы медицинской профилактики, которые мы организуем в рамках предстоящей акции по отказу от курения, на них производится первичное обследование, о котором я сказал. Кроме того, что я назвал, там определяется и уровень глюкозы в крови, уровень холестерина в крови, определяются и исследования, так называемое, которое называется кардиовизор. То есть на основании снятой электрокардиограммы определяется уровень риска развития того или иного заболевания сердечно-сосудистой системы. Ну, это такое дополнительное обследование, скажем так. Далее, после того, как человек прошел первичное обследование, ему предлагается в течение месяца отказаться от курения. При этом, если у него низкая степень зависимости, и он способен отказаться самостоятельно без посторонней помощи, без психологической поддержки, без медикаментозной поддержки, хорошо. Если он в этом нуждается, то ему назначаются явки в кабинеты помощи при отказе от курения, назначается медикаментозная поддержка, и только после этого, после месяца отказа от курения, человеку предлагается вновь пройти это обследование, на котором мы видим улучшение всех первоначальных показателей. И если он реально бросил курить, то мы увидим нулевое содержание угарного газа, выдыхаем в воздухе, нулевое содержание котининов в биологических жидкостях. Но это уже человек может обратиться в поликлинику по месту жительства, да? Как в поликлинику по месту жительства, так и на мобильную площадку тоже. Кабинеты отказа от курения работают бесплатно? Да, помощь в кабинетах по отказу от курения производится бесплатно в рамках ОМС. Но надо понимать, что всё-таки если назначается медикаментозная терапия, то медикаментозные медикаменты человек приобретает самостоятельно. Какие показатели здоровья должны прийти в норму или улучшиться? Значит, как я уже говорил, в норму, то есть вообще нулевые становятся такие показатели, как уровень угарного газа, выдыхаем в воздухе, и наличие котининов в биологических жидкостях. Но кроме того, мы же исследуем при первичной явке функции внешнего дыхания, то есть жизненный объём лёгких, объём выдыхаемого воздуха за первую секунду выдоха. Эти показатели говорят о здоровье лёгких и бронхов. И, конечно, если человек не курит, эти показатели должны, ну, не то что в норму прийти, но, по крайней мере, мы должны увидеть положительную динамику. В скором времени стартует акция «Лето без табачного дыма». Вот расскажите, когда она начнётся и как будет проводиться в этом году? Она проводится в три этапа. Первый этап – это первичное обследование. Мы его проводим в период с 17 по 28 июня. В этот период будут устроены дни открытых дверей в кабинетах по отказу от курения. В этот период будут организованы мобильные площадки службы медицинской профилактики на территории торгово-развлекательного комплекса. И в этот период волонтёрские отряды будут проводить, ну, такую массированную информационную кампанию тоже в торгово-развлекательных комплексах и в образовательных учреждениях нашего города с распространением информации об этой акции. Все желающие в этот период могут пройти первичное обследование, и им будет назначен индивидуальный план по отказу от курения. В течение всего июля им будет предложено воздержаться от курения. И после июля, с 1 по 9 августа, будет предложено им вновь обратиться либо в кабинет помощи по отказу от курения, либо на мобильную площадку, которая тоже будет в этот период организована, чтобы пройти повторное обследование. По итогам, в повторном обследовании, будут выявлены победители. То есть те лица, у которых вот эти показатели, о которых я сказал выше, они пришли в норму. И организаторами акций, генеральными партнёрами акций предусмотрены призы и подарки для этих победителей. Ну, вот эта акция, насколько она действенна? Ну, вот если возьмём период прошлого года, позапрошлого, много ли людей могут бросить? Я могу сказать. Если взять весь период проведения акции, то есть начиная с самой первой акции, у нас, кстати говоря, сейчас она десятая, юбилейная, то всего прошло у нас порядка полутора тысяч человек. Из них 450 сумели отказаться от этой пагубной привычки. Я считаю, что это очень хороший процент. Если говорить по прошлому году, в 2018 году в акции приняло участие 320 человек. Из них 120 отказались от курения. Какие призы в этом году для участников акции предусмотрены? В этом году предусмотрены сертификаты на профессиональную гигиену полости рта и сертификаты на посещение физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-центров. Но я хочу подчеркнуть, что вот эта работа, о которой я сказал, в кабинетах по отказу от курения, она проводится круглогодично. И любой человек, не надо ждать старта акции. Если есть желание бросить курить, приходите, обращайтесь в эти кабинеты, вам бесплатно будет оказана эта помощь. И поймите, бросая курить, вы приобретаете гораздо больше, чем сертификат, ну, любой сертификат. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Мы всегда открыты для желающих бросить курить. Спасибо. Я напомню, что в горостях программы «Городские встречи» был Илья Симонов, главный врач Центра медицинской профилактики. Спасибо, что пришли. И вам спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова